В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения народного писателя Чувашии Никифора Муранькова, автором наготомного фундаментального романа эпопеи «Век прожить не поле перейти». На малой родине писателя в деревне Пиндикова Козловского района установили мемориальную доску. С подробностями моя коллега Наталья Мальчикова. В литературной среде он был известен как Никифор Муранька, а получив лишь начальное образование, дальше юноша достигал всего своим трудом. Огромная жажда знаний и желания изучать окружающий мир сформировала характер будущего писателя. Он много лет батрачил, работал грузчиком на Волге и за перо взялся уже в зрелом возрасте – в 27 лет. В годы Великой Отечественной войны писатель сражался на фронте. После демобилизации за армией заведовал отделом пропаганды и агитация Козловского райкома партии. Его наказы к постоянному образованию до сих пор помнят педагог 40-летним стажем, отличник народного образования России Зинаида Максимова. Это, конечно, гордость нашей деревни. Я, когда училась в Козловской средней школе номер один, в восьмом классе, я у них жила. Прямо у них жила. Он мне помог найти в жизни, как сказать, дорогу, то, что учение какое значение имеет. В Козловке, где жил и трудился писатель, уже установлена памятная доска. Теперь она появилась и в родной деревне. Я очень рад, очень доволен тем, что вы, помните, моего отца сделали такое великое дело, память, чтобы сохранился на века. Спасибо вам, дорогие земляки. Здесь в ваших краях мы бываем частенько. И в Козловке, где тоже мой дедушка жил. И здесь вот обязательно заезжаем на ваш шикарный родник, напиться, так сказать, глотком воды моей родины исторической. А за память о дедушке это отдельное спасибо и низкий вам поклон. Почтить память известного чувашского писателя приехали гости из Башкирии. Его роман «Эпопея» – это история республики в трех поколениях. Феномен популярности, его успех, специалист объясняет созданием галерей сильных образов. По сути, это итог более чем 30-летней его работы. Мне кажется, он наравне с этим с толстым Шолоховым. Потому что даже из русских писателей столько, это шесть томов, романов. Там три, никто это не мог написать. Но тут описывается, понимаете, трех поколений. Дореволюционные, революционные, после революции. Вот это вот, мне это просто удивляет. Как он это сумел? И такой человек. Молодое поколение вряд ли хорошо знакомо с романом «Век прожить, не поле перейти». Неплохо бы переиздать его, считают нынешние члены Союза профессиональных писателей. История о прошлом родного края никого не должна оставить равнодушным. Наталья Мальчикова, Бахтер Велеев, Республика.